Глава Самары Елена Лапушкина осмотрела несколько общественных территорий, которые в этом году благоустраиваются по федеральной программе формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Первой точкой стал Ерек-парк в Куйбышевском районе. Эта территория общей площадью более 22 гектаров, целый парковый ансамбль с благоустроенной береговой зоной в Волгаре. Преображение запланировано в несколько этапов. В первую очередь парка уже благоустроена, в этом году будут заниматься второй. Преобразится прогулочная зона от 57-й школы до улицы Казачьей. Сейчас на этой территории идут подготовительные работы, убирают чернозем, делают трассы для дорожек, готовятся к обустройству асфальтовое покрытие. На данной территории, на этой очереди, концепция сохранится. То есть будет устроена одна велодорожка, одна пешеходная дорожка, будут организованы настилы деревянные для отдыха, беседки, будут установлены мафы, урны, скамейки. Будет произведено озеленение, проведен автополив, санитарная обрезка деревьев. Особую атмосферу воссоздают в сквере Самарец. В советском районе планируют выполнить стилистическое оформление сквера в стиле конца 40-х годов прошлого века. Елена Лапушкина поручила главам промышленного и советского районов привести в порядок фасады домов, прилегающих к скверу, а также проверила, какой объем работ уже выполнен по благоустройству общественного пространства. Большой объем работ выполнен по всем демонтажным работам. Выполнили подземные коммуникации для освещения, выполняются работы под автополив, выполнены работы под водопровод фонтана, водоотведение фонтана и электропитание фонтана. Также приступили к работам облицовки фонтана серым гранитом. Здесь фонтана не было, поэтому он небольшой, компактный, но очень красивый. Продолжаются работы на Воронежских озерах в промышленном районе. Первый этап благоустройства выполнили в прошлом году перед церковью Святой Троицы. Здесь тоже появился оригинальный фонтан, который пользуется сейчас большой любовью у отдыхающих, особенно у детей. Второй этап благоустройства проводят за храмом. Будет благоустроена территория разбитой дорожки, газоны, цветники, также освещение. Стараемся максимально учитывать те моменты, которые поступают от жителей. Парк молодежный в этом году тоже продолжает свое преображение. В порядок приводят участок от улицы Воронежской до озера, который восстановят по просьбам жителей. Более 20 тысяч кубометров воды будет подаваться из водопровода и скважины на глубине 70 метров. А украшением самого водоема станет фонтан на плавающей платформе. Строители разравнивают дно, затем заменят асфальт по периметру и укрепят береговую линию. Параллельно в порядок приводят входную группу и аллею со стороны улицы Воронежской. Здесь обновят тротуарное покрытие, добавят лавочки, урны, клумбы, высадят дополнительно кустарники и деревья, а также продолжат действующую в парке велосипедную дорожку. Напомним, что благоустройство городов в приоритете у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Это имидж региона в целом. Повысить привлекательность Самарской области, сделать города комфортными и удобными для местного населения, а также для туристов, такую задачу ставит перед органами власти глава региона. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.